Приветствую вас. Я поддержил также своего коллегу Гудрячева Игоря Леонидовича в том, что ставить вопрос так, как его ставите вы, в чем вы не правы, неконструктивно и самое главное не решает проблему. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько важных аспектов, которые мне представляются достаточно ценными для исследований. В первую очередь вы пишите, что все мужчины бросали вас, которых вы любили. Вы говорите, что они вас бросали, именно бросали, то есть не уходили от вас, да, не делали выбор в пользу там, ну, другой женщины, например, и так далее, а именно бросали. То есть здесь у вас ощущение собственной, эээ, ощущение брошенности. Ощущение брошенности родом из детства, когда родители вас оставляли и выдумали, что это из-за вас. То есть тут как бы вот такой детский эгоцентризм имеет место быть, от которого нужно отходить, от которого нужно освобождаться. Вот. Не избавляться, а именно освобождаться и использовать себе во благо, потому что детский эгоцентризм, ну, любой эгоцентризм, это штука полезная. Вот. Дальше. Вы пишите, что мужчины вас бросали в тех, которых вы любили. То есть, как сказал мой коллега, что-то в вашем отношении к ним им не нравилось, мужчинам, и они уходили от вас. Но вы говорите, что уходили от меня, кому попало. То есть, имеет место быть сравнивание. Вы сравниваете себя с другими людьми и, ну, с другими женщинами в данном случае. И оцениваете себя и их. Эта позиция, она также в корне не верна, потому что, во-первых, оценивая себя в контексте других и сравнивая себя в контексте других, вы только лишь теряете свою самобытность, свою индивидуальность, свою самость. Обесцениваете себя. Собственно, именно поэтому ваша самоценка очень низкая. Вот. С другой стороны, вы ориентируетесь на других людей и пытаетесь, возможно, воплощать в жизнь то, что справедливо для них. Тогда как далеко не все, что справедливо для одного человека, может быть справедливо для другого человека. Ну, это, в общем-то, нормально. Вот. Поэтому сравнивание себя с другими, наряду с тем, что я сказал выше, является вторым столпом, от которого занесена эта наценка. Третий аспект – это одиночество, о котором вы пишете, да, что, вот, одиночество – это то, что вы ощущаете. С одиночеством такая история, что вам некомфортно быть наедине с собой, возможно. То есть, вы не можете находиться наедине с собой. Ну, вот. Какова причина этого, того, что вы не можете находиться наедине с собой? Ну, на самом деле, причина достаточно хороша. Это непринятие, непринятие себя такой, какая вы есть. То есть, в этом смысле, в этом смысле здесь все достаточно прозрачно. И не принимаете в себя вы, как раз таки, по той причине, что оцениваете, а оцениваете вы с точки зрения, опять же, ну, кого-то другого, каких-то других людей. Вот. А в результате всего, в результате всего, и вам некомфортно с собой. Ну, потому что себя вы обесцениваете, вам на нее другие люди. Вот. Такая вот история. Дальше. Так. Значит, уходили от меня, кому попало. Таким, чтобы не подумало. Чтобы не подумало. А что вы можете подумать? Все ждали, что я начну вкладываться в отношения, а любила просто больше жизни. Вот здесь тоже не совсем понятен смысл того, что вы говорите. Потому что они ждали, что вы начнете вкладываться в отношения, а вы любили больше жизни. А любовь, это не вложение в отношения, то есть, как бы, ну, не очень, не очень здесь понятный момент. Дальше. Ну, всем надо только бабло. То есть, имеется ввиду, что вы привлекали альфонсов. Мышин, которые хотели вас использовать исключительно только в качестве, ну, в качестве денежного мешка. Я так понимаю. Если так, то что-то в важном поведении, опять же, отталкивает мужчин, которые могли бы построить с вами, ну, в корректное отношение. Вот. А что именно, что именно, нужно исследовать, потому что, ну, так вот, конечно, непонятно. Ну, я думаю, я думаю, что тут может быть и страх близости из-за того, что у вас есть вот те сложности, о которых я сказал. Вот. Может быть, что-то еще. Может быть, что-то еще. Вот. Ох. Не знаю, нужно исследовать. Дальше. Одиночество – это моя кровь с детства, но в чем я не права. Не права. Ну, как бы, я вам ответил. Значит, работать нужно самооценкой, я, эм, 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 и теми вещами, которые я озвучил. Вот. Вот. Не тянуть с обращением к психологу, потому что, эм, эм, вам сорок лет, это не трагично, конечно, что вам сорок лет. Вот. Ну, было бы лучше, если бы вы, эм, ну, вот, эм, сейчас начали бы работать, потому что, э, э, чем дальше, тем, э, сложнее и, э, тяжелее вам будет, э, менять, э, что, что-то, э, в, э, своем поведении. Вот. Больше будет сопротивления, ну, и больше времени понадобится на то, чтобы получить какой-то результат. Вот. Вот. Поэтому, поэтому, если вы, э, э, действительно, реально хотите, э, э, ситуацию исправить, то я рекомендую, э, рекомендовал бы, я рекомендовал бы вам, э, значит, поспешить с вращением к психологу, э, поспешить, э, э, с выбором, э, психолога, вот, и, э, начать с ним, с ним работу. Потому что, ну, вам, понятное дело, мужчина нужен, а вашему ребенку, э, э, ответ нужен, это понятно. Вот. Так что, ваш вопрос, он, хоть и не совсем корректный, но, тем не менее, э, является собой, э, первый шаг, э, к решению проблемы. Вот. Так что, следующим шагом является, э, э, полноценная консультация, э, со специалистом, которого вы можете выбрать. Суббер. Суббер. Потому что, здесь и работа по формированию женской модели поведения, то есть, раскрытию вашей женственности. здесь работа по, э, креаторинке ценностей, которые у вас также имеются, потому, что вот, когда вы говорите про, э, деньги, э, вот эта. ну, выдаёт деструктивную систему ценностей. Вот так. Со всеми этими моментами можно и нужно работать, если у вас, конечно, конечно, есть желание, если у вас есть, ну, если вы хотите, то со всеми этими вещами можно и нужно работать. Вот. И, собственно, чем быстрее, тем быстрее, тем лучше по причине, которую я назвал. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.